С вами доктор Костов. Сегодня речь пойдет по апное. Апное сна – это нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Выделяют два основных вида этого состояния – абструктивное апное сна и центральное апное сна. Абструктивное апное сна развивается при сужении или закрытии глотки или верхних дыхательных путей во время сна. Это наиболее распространенный тип апноя. Синдром абструктивного апноя сна или болезнь остановки дыхания во сне – это состояние, когда во время сна храп внезапно обрывается и возникает пугающая остановка дыхания, после чего спящий человек громко всхрапывает, иногда ворочается и потом снова начинает дышать. В зависимости от тяжести синдрома, можно наблюдать от нескольких до 400-500 остановок дыхания за время сна. В первую очередь за ночь. Нарушение дыхания у спящего человека приводит к серьезному ухудшению качества сна и создает условия для развития и прогрессирования многих серьезных осложнений и заболеваний. Центральное апное сна наблюдается, когда головной мозг заставляет дыхательную мускулатуру работать неправильно. Причины остановки дыхания во сне следующие. Слабость тонуса мышц глотки, вследствие чего во время сна происходит спадение дыхательных путей с нарушением их воздушной проходимости. Аномалии развития, которые приводят к узости дыхательных путей, например, малые размеры нижней челюсти, крупный язык, анатомические дефекты на уровне носа и глотки, полипы, искривление перегородки носа, увеличение миндалин, аденоиды, то есть патологическое разрастание носоготочной миндалины, опухолевидные образования также могут быть причиной апноэ. Ожирение. Эндокринные заболевания, например, гипотиреоз, вызывает отек глоточных структур, акромегалия. Все это препятствует нормальному прохождению воздуха по дыхательным путям. Неврологические заболевания, ведущие к снижению мышечного тонуса, инсульты, острое нарушение мозгового кровообращения с гибелью участка мозговой ткани, миопатии, миодистрофии, нарушение тонуса мышц глотки вследствие влияния алкоголя, некоторых препаратов, снотворных, транквилизаторов, например. Следующие причины – это хронические обструктивные заболевания легких, которые характеризуются сужением дыхательных путей и нарушением их воздушной проходимости, такие как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и другие. Курение, аллергия. Вы спросите, бывает ли апноэ во сне у детей? У 10-20% храпящих детей могут иметь апноэ во сне, и по оценкам от него страдают до 3% детей в целом. Фактически апноэ во сне может затронуть все возрастные группы. Если ваш ребенок храпит, обратитесь к педиатру немедленно. Многие думают, у меня нет лишнего веса, поэтому у меня нет апноэ во сне. Безусловно, ожирение является самым большим фактором риска, но пациенты с нормальным весом или с небольшим избыточным весом также могут иметь апноэ. Анатомия лица и шеи также может играть роль в группе повышенного риска относятся люди с большими миндалинами, маленькой челюстью, большим неправильным прикусом, углубленным подбородком или большой шеей. У людей сапноэ во сне дыхание во время сна часто прерывается за ночь, что часто приводит к храпу в ночное время и дневным симптомам недосыпа. Однако люди, которые храпят, но чувствуют себя отдохнувшими, на следующий день могут иметь просто простой храп, а не апноэ во сне. Тем не менее, стоит обсудить этот вопрос со своим доктором, который сможет лучше определить, есть ли повод для беспокойства. Некоторым людям требуется меньше сна, и они могут не чувствовать усталости или сонливости в течение дня, что может маскировать настоящую проблему апноэ во сне и заставлять их откладывать правильное выявление и лечение. Вы спросите, все, у кого апноэ во сне, храпят? Не обязательно. Если вы не храпите, вам не обязательно находиться вне опасности. До 20% пациентов, страдающих апноэ во сне, не храпят. Другие симптомы включают затрудненное дыхание по ночам, удушье. Самый сильный признак – это если кто-то скажет вам, что он заметил, что вы перестали дышать во время сна. Это называется апноэ во сне. Пробуждение с головной болью – еще один малоизвестный, но частый признак апноэ во сне. Также человек может просыпаться из-за сухости во рту или хрипа в горле. Если у вас есть эти симптомы, сообщите об этом своему лечащему врачу. Ошибочное предположение, что апноэ во сне – это заболевание только мужчин. Женщин с апноэ во сне, как правило, недооценивают. С другой же стороны, женщины неохотно обсуждают храп со своим доктором. Кроме того, женский храп может остаться незамеченным их партнером, поскольку зачастую он не такой громкий, как мужской. И женщины могут сообщать о различных симптомах, таких как бессонница, утренние головные боли, нарушение настроения, недостаток энергии и сонливость. То есть симптомы, которые могут указывать на любое количество проблем, что затрудняет диагностику, причины. Нужно помнить и то, что у женщин, переживших менопаузу, повышен риск апноэ во сне. Усталый человек думает, храплю, но чувствую себя хорошо. Мне не нужно проверять это. Прежде чем исключить апноэ во сне или проконсультироваться с врачом, подумайте, как вы на самом деле себя чувствуете в течение дня. У вас часто возникают проблемы с концентрацией внимания. Вы проявляете признак депрессии. Вы срываетесь на близких вам людях. Вы хотите спать на работе. Все это может быть признаком апноэ во сне или другого нарушения сна. Поговорите со своим доктором о своих симптомах и примите меры, чтобы почувствовать себя лучше днем и ночью. Какие же посредствия апноэ могут быть? Повышение артериального, то есть кровяного давления. Аритмии, нарушение нормального ритма сердца. Инфаркт миокарда. Инсульт, острое нарушение мозгового прообращения. Прогрессирующее ожирение. Ухудшение течения сахарного диабета. Снижение потенции. Внезапная смерть во время сна. Повышенный риск ДТП и аварий на производстве. В некоторых странах апноэ включен в список заболеваний, при которых запрещена выдача водительских прав. Простейшим способом диагностики апноэ сна является компьютерная пульсоксиметрия, которая позволяет в течение ночи регистрировать один из типичных признаков апноэ, связанные с остановками дыхания, снижения насыщения крови кислородом. Полисомнография. Точное, но сложное и дорогостоящее исследование. Это обследование более точный метод диагностики нарушений дыхания во сне. Результаты этого исследования, в числе прочего, дают полную информацию о нарушениях дыхания, возникающих во время сна и позволяют выявить наличие, характер и длительность дыхательных пауз, оценить сопровождающие их снижение насыщения крови кислородом. Также позволяют соотнести все эти явления с глубиной сна. Решение о том, нужна ли пациенту полисомнография или, возможно, другое, менее затратное диагностическое исследование должен принимать только опытный доктор. Холтерское мониторирование ЭКГ оценивает работу сердца с одновременной регистрацией пневмограммы, запись дыхательных движений, насыщение крови кислородом, воздушного потока. Для выявления обструктивного апноэсна в практике врача-пульмонолога наиболее оправданным по соотношению цена-качество представляется использование портативных кардиореспираторных диагностических систем, специально разработанных для обнаружения нарушений процесса дыхания, симптомов апноэ и дыхательной недостаточности во время сна. Обычно подобное диагностическое устройство как минимум регистрирует храп, воздушный дыхательный поток, движение грудной клетки, частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом. В подавляющем большинстве случаев кардиореспираторного мониторирования достаточно, чтобы определиться с окончательным диагнозом, после чего можно перейти к решению вопроса о выборе оптимального способа лечения. Лечение, в свою очередь, заключается в следующем. Снижение массы тела. Это соблюдение низкокалорийной, богатой витаминами диеты со значительным ограничением содержания жиров и углеводов. Не принимать пищу за 3-4 часа до сна. Отказ от курения и алкоголя за 2 часа до сна. Обеспечение нормальной влажности воздуха и гипоаллергенной установки в спальне, то есть не использовать перьевые и пуховые подушки и одеяла, шерстяные покрывала и так далее. Обеспечение оптимального положения головы и тела во время сна, что немаловажно. Нарушения дыхания наиболее выражены при положении человека лежа на спине, поскольку происходит максимальное сближение структур дыхательных путей. Необходимо спать на боку. Оперативные вмешательства на мягком небе, лазерные или радиочастотные, оказываются эффективны только у пациентов с широким просветом глотки и исходно удлиненным небным язычком. Основным методом лечения на данный момент является вспомогательная вентиляция легких постоянным положительным давлением во время ночного сна. Для этого используется специальный аппарат, который подает в маску, плотно надетую на лицо больного воздух с положительным давлением. Принцип метода основан на расширении воздухоносных путей под давлением нагнетаемого воздуха, что препятствует их спадению. В тяжелых случаях аппарат необходимо использовать каждую ночь. При более легком течении заболевания возможно периодически применение аппарата 4-5 раз в неделю. Применение аппарата не излечивает человека, но обеспечивает нормальный глубокий сон, улучшение качества жизни и профилактику серьезных осложнений. Надеюсь, информация была полезна для вас. Тогда не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч!